была такая просьба у подписчиков выпустить танк на снег то есть сделать снежное испытание и так как у нас в крыму снег бывает не очень часто и надолго не задерживается превращаясь в слякоть или покрываясь ледяной коркой надо провести испытание и как раз подвернулся день когда свежего снега навалило много но просто так взять выйти бросить танк снег это не наш метод сначала проведем необходимые расчеты и первое чтобы хотелось узнать провалится ли наш танк в снег с этим нам поможет лист фанеры размерами 10 на 10 сантиметров то есть площадью 100 квадратных сантиметров с помощью этого листа мы будем определять несущую способность снега для этого проведем эксперимент кладем фанеру на снег и нагружаем ее до тех пор пока мисс она не провалится нагружать надо аккуратно и медленно так как если бросить груз фанера провалится при меньшем весе в разных местах несущая способность снега может отличаться также она может зависеть от множества факторов времени лежания снега температуры формы снежинки и так далее самую маленькую несущую способность имеет свежевыпавший рыхлый снег самую большую лежалый трамбованный и так я определил что при нагрузке в 550 грамм на нашу фанерку в некоторых местах она уже начинает проваливаться в снег это и есть минимальная несущая способность моего свежевыпавшего снега хотя в некоторых местах снег выдерживал даже 900 грамм то есть теперь можно взять вес 550 грамм и поделить его на площадь фанерки которая равна 100 квадратным сантиметром и мы получим минимальную несущую способность снега в 5,5 грамма на сантиметр квадратный а теперь рассчитаем какую нагрузку на грунт оказывает наша гусеничная машина так как на грунт опирается только гусеница под пятью опорными катками и и площадь рассчитываем для этого длины участка гусеницы умножаем на ширину гусеницы и умножаем на 2 так как гусеницу нас 2 то есть 16 умножаем на 2 получаем площадь одной гусеницы и умножаем на 2 получаем площадь двух гусениц то есть общая площадь которой наша гусеничная машина опирается на грунт равна 64 сантиметром квадратным ну и масса полностью снаряженной машины равна 590 грамм. 590 делим на 64. Получаем 9,2 грамма. Создает давление на 1 квадратный сантиметр грунта наша машина. А снег может выдержать только 5,5 грамм. То есть расчет показывает, что машина провалится в снег. Ну что ж, идем проверять. Накаркал инженер. Ну в общем, в рыхлом снегу закопался. Идем проверять на утоптанном. Налипший снег между гусеницей и ведущим колесом снизил трение, из-за чего гусеница начала проскальзывать. Я даже не смог развернуться. Из-за проскальзывания машина абсолютно неуправляемая, даже не получается ехать прямо. Такие вот грустные предновогодние испытания получились. Ну зато правда и как есть. По крайней мере рассказал, как рассчитать несущую способность грунта и давление машины на грунт. Эти расчеты нам еще смогут пригодиться при изготовлении снегохода. А пока на этом у меня все. И с наступающим Новым Годом.